Мы сейчас говорим с вами о профессиональном визаже, вот, ну, немножечко так затронули эту тему. Здесь хочется сказать, что прежде всего правила асептики и антисептики, они, конечно, распространяются на всё, то есть и на руки визажиста, то есть обязательно они должны быть обработаны специальными антисептиками, и рабочая поверхность, на которой лежат все инструменты. То есть это обязательно. И, безусловно, сами аксессуары, сами кисточки вот эти прекрасные, они тоже должны обрабатываться. Безусловно, они должны использоваться под каждого клиента отдельно. То есть если, например... Ну, знаете, давайте, может быть, перейдём всё-таки к нашему домашнему использованию кисточек как раз, потому что я думаю, что у любой девушки есть они в арсенале. Я, например, слышала, что натуральный ворс как раз не нужен, потому что там может завестись зараза, а в синтетическом нет. Вы знаете, любая поверхность, которая имеет неровную структуру, она может, собственно говоря, удерживать микробы. И поэтому, безусловно, здесь натуральный ворс или синтетический ворс нужно обязательно обрабатывать. Если мы говорим о домашних условиях, то не обязательно обрабатывать это каждый раз, после каждого применения. Достаточно, ну, где-то раз в две недели, например, обработать кисточки, и этого будет вполне достаточно. Ну, а как это выглядит? Ну, при условии, да, что кисточки должны быть отдельно лежать в отдельном чистом, опять же, обработанном чехле. Как выглядит, как правильно говорят визажисты, обрабатывать кисти? То есть кисти, как вы правильно сказали, они есть синтетические, да, есть натуральное волокно. Вот, но и синтетикой натуральной обрабатывается в несколько фаз. То есть сначала нужно промыть тёпленькой водичкой, можно промыть шампунем. После шампуня кисточки, они могут быть несколько жёсткие, поэтому в ряде случаев их нужно промыть кондиционером, чтобы они были помягче. Как сложно вообще ухаживать за этими инструментами. Чтобы они были помягче. Вот взять эту кисточку аккуратно и положить на поверхность, так, чтобы ворс, он не загибался там в разные стороны. И поэтому, когда вот моется кисточка, тоже обратите внимание, это совет уже визажистов, нужно обязательно вот такими круговыми движениями её промывать. То есть ни в коем случае в разные стороны её не пробовать ворс расправить, потому что иначе кисточка, она потеряет свою структуру. А кисти это любимые, они дорогие, да, вот, и по цене ей сердцу. Вот, и поэтому, конечно, ими стоит дорожить. Положили, просушили, вот, и в домашних условиях это достаточно. В отличие от визажистов, которые обрабатывают кисточки, соответственно, растворами, например, хлорогексидина, потом антисептиком, да, то есть опускают непосредственно в раствор и вытаскивают. А это касается всех кисточек? И с натуральным ворсом, и с синтетическим? И с натуральным, и с синтетическим, да. И, безусловно, здесь тоже абсолютно согласна с тем, что можно какую-то инфекцию занести. То есть не стоит давать свои предметы индивидуального ухода, так скажем, красоты своим знакомым. Ну, вот, честно говоря, не стоит. Либо после того, как вы уже непосредственно дали, то, дорогие дамы, здесь нужно помнить, что, безусловно, нужно тогда продезинфицировать. Кисточку обработать. А вот что касается спонжей? Вот как часто мы можем их использовать? Как их часто нужно вообще выбрасывать? Можно ли их мыть? Или ты попользовался и сразу выбрасываешь? Вы знаете, что касается спонжиков, их можно, конечно, тоже... Есть специальные стерилизаторы для спонжей, но это такой расходный материал, мне кажется, дома, конечно, этого нет. И, безусловно, вот запачкался, вы видите, что достаточно въелась косметика, соответственно, и грязь. Косметика, она всегда на масляной основе, эта пудра, а в масляной основе очень хорошо... Развиваются, да, размножаются. Все микроорганизмы, да. И, пожалуйста, раз в 10 дней, то есть это идеальный вариант, так, чтобы использовать вот данные спонжи, данные структуры. То есть просто меняем раз в 10 дней? Да, просто меняем, да. Если мы говорим по поводу самой косметики, там, темнее, там, и так далее, то, опять же, стоит их периодически протирать, то есть содержать в чистоте. То есть вы использовали косметику и немножечко так раз стряхните поверхность, салфеточкой проработайте, и этого будет достаточно для того, чтобы косметика была чистая. Что, опять же, не скажешь о масляных составляющих, да, вот... Вот, кстати, масляная составляющая туши девушки часто пользуются для того, чтобы удлинить свои, там, ресницы, подкрутить как-то. Ну, вот тут... Специалист наш. Я просто реагирую на происходящее. Я же не могу просто молчать. Вот действительно, какая-то глаза, чтобы наши были в порядке, произнести что-нибудь. Но, вы знаете, на самом деле, вот мне было очень приятно, когда я покупала себе тушь в производителе, там, девушка, которая, визажист, которая мне рекомендовала косметику, она говорит, подождите, подождите, у нас есть одноразовые кисточки. Вы знаете, это так было приятно, на самом деле. Почему? Потому что это, прежде всего, безопасность. Ну, естественно, конечно. Потому что, безусловно, и тушью можно занести различные, так скажем, нежелательные... И конъективиты, и всё что угодно. Это же слизистые у нас. В общем, в любом случае, нужно ухаживать за своими инструментами для красоты. А если мы пришли в какой-нибудь магазин, то обязательно спрашиваем, помимо пробника, и ещё и тестовую палочку, или там, я не знаю, как это называется. Что-то одноразовое. Кисточки. Что-то одноразовое, конечно. Что-то одноразовое большое. Скажем, да, спасибо. Врач-дерматолог, косметолог нашей студии Диана Овчинникова. Спасибо вам большое. Спасибо.